Субтитры создавал DimaTorzok На этой неделе голова азербайджанской общины Арцаха Турал Гянджалиев обратился к армянам на армянском языке. Гянджалиев сказал, что нужно готовить народы к мирному сосуществованию, подготовить их к миру. Так бы оно так. Очень похвально, конечно, особенно похвально, что в Азербайджане начали изучать армянский язык. Все верно. Язык победителя нужно знать. И дело не только в Гянджалиеве. В Азербайджане, насколько я знаю, действительно проводятся курсы армянского языка, в том числе на одном из кафедр государственного университета. И все бы хорошо, если бы не самое важное, ну, в этих случаях. Туралмиолей. Язык, конечно, это хорошо, повторюсь. Я сам полегло. На моем счету их семь. И плюс еще двенадцать, с которыми я работаю. Говорят, язык до Киева доведет, но то, что до Степанакерта язык доведет, никто про это не говорит. Для этого нужно заслужить доверие. Естественно, доверие у армян. А как же вам доверять, если вы стараетесь, пытаетесь произнести эти древние армянские мелодичные звуки, а в это время ваш президент старается скрыть от вашего народа все, что можно об Армении и армянах вообще скрыть. То Ереван причисляет к Азербайджану, то рассказывает какие-то небылицы об армянах, прибывших то из Индии, то из Ирана, то из Балкана, откуда угодно. Я, честно говоря, уже даже со счету сбился, считал эти страны, откуда вы постоянно прибываете армян на территорию Армении. Кто заставляет ваш лидер, ваших же картографов рисовать собственные исторические карты, игнорируя все другие карты, известные миру? А вам приходится язык ломать, чтобы произнести какие-то предложения на армянском языке. Кстати, зря вы думаете, что в Карабахе говорят только на армянском и английском. Там и русским языком хорошо владеют. Хотя я понимаю, что можно рисануться, по-армянски заговорить, а рядом поставить перевод на английский для отчета перед европейским сообществом. Иначе я просто не представляю, для чего рядом был перевод на английский, когда вы говорили на армянском языке. Хотя, конечно, я отдаю себе отчет и могу себе представить, для чего вы это делаете, да, чего я уже озвучил. И зря вы, кстати говоря, не сказали о нас, об армянах, об армянах, которые жили в Азербайджане. А как же эти сотни тысяч армянских беженцев из Азербайджана? Почему вы о нас не говорите? Вот вам и сегодня никто не запрещает приехать в Арцах. Кстати, ваш бюлбюл углы бывал. Ну, приезжайте, живите. Нет ни одного случая, чтобы кто-то из азербайджанцев, приехавших в Армению или Арцах, в самолет не пустили. Или развернули его обратно. Приезжайте. Хотите, оставайтесь, живите. Хотите, навестите могилы предков. Побывайте в своих домах, где сейчас армяне живут. Как и в наших домах в Азербайджане, где сейчас азербайджанцы живут. Нас армян уже, начиная с фамилий, не впускают к вам. И русских, побывавших в Армении, сначала часами мутосят вопросами и только потом с горем пополам пускают. У нас такого нет. И в Армении, и в Арцахе в голову никому не придет не впускать кого-либо по национальному признаку. Поэтому вы наведите там у себя сначала в стране порядок, а потом мы и о мире поговорим. И мы хотим мира. И у нас есть мамы, и папы, и дети. А вы только и делайте, что вооружаетесь и до зубов, предъявляете претензию не только на Арцах, но и на суверенную страну, как Армения. Искажаете ее культуру, искажаете ее историю. Кстати, в вашей стране говорят, что, по-моему, 70% армянского языка состоит из тюркских слов. Вот вы выучили армянский, много ли тюркских слов насчитали? Задайтесь вопросом, подумайте хорошенько и придете к выводу, что это не армяне не хотят мира, а ваши власти азербайджанские не хотят мира. Я не знаю вас, может и вы мира не хотите, а чисто отмываете деньги, выделенные вам правительством Азербайджана, чтобы вы представляли Карабахскую общину и зачитывали тексты на армянском. Как же не уверен, что вы бросите Баку и переедете в Лачин или Гадрут. Судя по вашему возрасту, вы об этих городах только слышали от родителей или, в лучшем случае, только родились в них. Что ж, давайте узнаем, что в конце концов происходит у гостя сегодняшнего нашего эфира Асарали Каимова, который уже известен нам, недавно он был у нас в эфире и представляющий Лезгинскую общественность. Может ему что-то известно? Салам алейкум, Асарали. О, алейкум, салам. Снова добро пожаловать в Антитопор. Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, уже слышали эту запись нашего азербайджанского друга на армянском языке. Очень был, конечно, я польщен. И вот я хотел спросить, что вообще происходит? Как получилось, что вам, Лезгинам, Талышам ни автономии не дают, ни язык родной изучать не дают? А армянам столько привилегий. От самой широкой автономии до самого вообще немыслимого мне даже в голову не приходило, чтобы сами азербайджанцы даже начали изучать армянский язык. Спасибо за приглашение. Да, конечно, выслушал я. Выслушал, но я армянский не знаю, естественно. Но меня перевели друзья, подсказали, что там есть. Ну, и, конечно, мне тоже очень, как говорится, интересно стало, как же так получается. Вроде бы воевали с Арзахом, огромные потери были, да. И нас, Лезгин, вовлекли туда, в эту войну. Хотя у нас никакой, нету с армянами, скажем, против ничего друг друга, да. Ну, под егидой вы граждане азербайджана должны войти. Ну, привыкли, ладно, не потеряли. Мы тоже много там своих братьев, сыновей. Но когда они вдруг на армянском языке с таким почетом вращаются в воюющие стороны. И, конечно, мне тоже хочется сказать, а разве лезгинский народ не заслуживает такое же уважение, хотя бы из таких же, скажем, депутатов азербайджанцев или от кого-нибудь, чтобы на лезгинском языке обратился к нашему народу, да, к нашему народу. Но это же не услышать. Не то, что обращение не услышать. Хотя бы уважение к этому языку. Вместо того, чтобы получить уважение, мы получаем сокращение в школах лезгинского языка. Вместо этого мы получаем, что оказывается, в лезгинском языке где-нибудь в магазине написать рекламу. Это экстремизм, понимаете? Культура лезгинская в упадке, можно сказать, кроме тря-ля-ля, телевидение там два часа, и все, ничего, по сути, не инвестируется. И тогда получается, как же так? Они вот, он говорит там, братья арцахцы, братья карабахцы, да? Так а кто мы тогда? Если после 100... Ну да, получается, вы роднее, да? Значит, и у нас тоже, знаете, мы тоже говорим все время, мирно, давайте мирно существовать, ну, о своих правах мирно. Но в итоге, когда я вижу, как они к вам обращаются, а как к нам, невольно мне тоже в голову приходит мысль, да, а неужели, чтобы к нам тоже с таким уважением, на нашем языке к нам обращались, с уважением, нам тоже надо, как Арцаху, пройти, что ли, этот путь? Путь к крови. Неужели? Они этого хотят, что ли? Или не понимают, что прежде чем предлагать арцахцам сегодня, вот хотя бы вот в своем доме, как вы сказали... Для примера, в качестве пакета. Да, покажите, да, покажите, как вы инвестируете в Лизгинский народ. Когда они говорят, мы инвестируем в Арцах, у нас много денег, у меня возникает вон, а что означает инвестировать в Арцах? Инвестировать в Арцахце, то есть как в народ, да? Или они имеют в виду инвестировать в эту землю без Арцахца? То есть вопрос тут надо еще понять, потому что, когда они говорят, мы инвестируем в Арцахский район, но это не означает, что они инвестируют в Лизгинский народ, где 97% в Лизгинах, да, живут. У меня инвестиции, это примерно, я скажу так, вот этот клан, бакинский властный клан, скупает все, что можно скупить земли, а потом строит, а потом Лизгинам говорят, которые там живут, а теперь пошите на нас, как рабы. Вы рабочие потроки наши. А чтобы инвестиций дошел до какого-нибудь Лизгина, и он сам на своей земле что-то мог построить, из-за инвестиций, нету такого, не стоит. А что они предлагают Арцахцам? То же самое, что ли? Ну, по сути, они же должны же показать на деле, э, там, братья Арцахцы, вот, ну, смотрите, мы дали Лизгинам столько денег, инвестировали, они бы народ растет. Вот, инвестиции в культуру, где драмтеатр, ну, в Баку, Лизгинский. Когда они говорят, сами построите. Так подождите, азербайджанский драмтеатр финансируется государством. Ну, в Баку, да, азербайджанское. А почему Лизгинский драмтеатр не должен финансироваться? Мы что, мы же второй народ по численности. А что, как-то мы должны отделиться, что ли? Или как? Или нас не касается этих нефтяных денег? Или только азербайджанцев касается. Когда они финансируют АС-ТВ, это как государственный финанс. А почему хотя бы второму народу по численности один канал нельзя госфинансированием выпустить? Ну, дать. Почему нельзя? Вот, исходя из этого, сколько бы, как говорится, они не кричали оттуда свои, это, не мед, а шербет, да, вот, искусственный шербет, сколько бы они не кричали, у нас во рту слаще не становится. Мы же понимаем, это все фальши. Да, конечно, мы сейчас тоже настроены мирно. Мы сейчас говорим, давайте мирно, давай сядем за стол переговоров, давайте в своих правах говорим. Не просто жонглировать словами слащавенными этим шербетом, а просто реально поговорить так, чтобы это пошло в дело. У меня вот такой вопрос, наверняка же есть из Кубатлинского района, Хачмазского района и районов Северного Азербайджана, где преимущественное население Лесгинское, в Мили-Меджлисикой сидят депутаты, они какой национальности, азербайджанской или Лесгинской? Ну, депутаты есть, конечно, я знаю, что в Кусарском районе есть. Они про правительственные все, да? Ну, конечно, этот депутат, вот там реально, допустим, народ, который хотел, человека не дали, выбором пошел тот, который они захотели. Все понимают, но никто ничего не может сделать. Этот депутат будет там сидеть и делать то, что ему скажут. Но нас не устраивает этот депутат, который будет делать, да любой, даже если от народа пошел бы депутат, он тоже много ничего не смог. Давайте переформатировать этот власть так, чтобы там были от Лесгинского народа, как положено, от народа, от имени народа, делимитированные вот люди, в каждом этом, которые будут решать интересы этого народа в этой стране. В этой стране. Но самое интересное еще, что включается, они же нас считают как бы нахско-дагестанский группочек, правильно? Но от Дагестана представитель Баку, да, до 2012 года был азербайджанец из Дербента. Это генеральный член? Ну, представитель Дагестана в Азербайджане, в Баку, да, представитель? Да, генеральный член. Был азербайджанец из Дербента, вопрос возникает. Азербайджанец из Дербента должен представлять, защищать интересы Лизгин, там, Аварцев, Захурцев, которые исконно в своих землях живут в Азербайджане. Как это? Возможно ли? Ну, в 2012 году его семенили. Ну, не поставили ни Лизгина, ни Аварцев, но которые, те народы, которые компактно и очень много живет на своей земле в Азербайджане. Среди не ставили. А знаете, кого поставили? Кумыка. Ну, Кумык, что, должен Лизгинский интерес защищать? Доверяков. Мы же понимаем, среди кумыков, как пантюркизм разводит Азербайджан. Мы прекрасно. Поэтому, и, как говорится, сколько туда-сюда, все равно они делают, как вот инвестиции, как вот в этих политических делах, они только свое, свое. Понимаешь? А все, основной ширмой вот так, слащавой вот этой, щербетом кормит, и все, больше ничего. Поэтому мне интересно, конечно, ну, как же они так, аж дошло до того, что уже на армянском языке песни начали петь, и сами аж... Ревнули. Еще как. Ну, мы же, по идее, заслужили Боши. Понимаешь? Ну, а получается, нам можно даже открыть и сказать, что говорят, вы никто, а у вас в отняках. Понимаешь? Ну, это же не серьезно. Конечно, мы всегда за мир. Мы всегда говорим, давайте мирно. Никто же не хочет войны, чтобы свои сыновья проходили. Да, мирно, да. Но, в конце концов, мы понимаем, но нету этого мира. То, что они говорят, они не делают. Понимаете? И не могут. Да, не могут, не хотят. Им не нужен этот мир, по сути. Это просто фальш. Я понимаю это все прекрасно. Поэтому я каждый раз говорю, мир умирь, конечно. А вот Лизгиня, давайте Лизгистан. А как еще сказать? Потому что я понимаю, что ничего не дают. Даже по правам ничего не дают. Если по правам ничего не даете, что мне требуется? Что попросить? Мирно. Вот скажите. Как подхалебничать или что делать? Объяснить, никто толком не может. А мы же народ, у нас должно же быть все это. По принципу. Где демократия? Где права? Где чего? Да. блокируется? УСАР, Куба, Хатимас не попадает. А вот что? Азербайджанские телеканалы здесь спокойно все показываются. Вот это уже преимущество. То есть, я не говорю о других. В школах тоже. Лизгинский язык час один, а здесь азербайджанские полным ходом идут. И все книги обеспечиваются. Все хорошо, прекрасно. Даже получается, мы находясь в этой государстве, в Азербайджане, в Азербайджане, которые живут. Мы защищаем их интересы, скажем, как граждане. Нас даже не финансируют столько, сколько они финансируют азербайджанцев в Дербенке. То есть, которые даже в принципе и не защищают как гражданин азербайджана какой-либо интерес. Понимаете? Насколько это интересно получается. Так не должно же быть по идее. Это же несерьезно как-то. Но есть некоторые вещи, конечно. Но вот недавно показали лицо они свой тоже по отношению к своему народу. Как они здесь застряли эти иммигранты. Это же было вчера вечером. Я знаю. Что там на самом деле произошло у вас? Ну, я думаю, это провокация была там. Провокация. Почему? Ну, каждый свое мнение. Я там не присутствовал, но я по кадрам, которые видеокадры оттуда с места были, я смотрел, что я примечательно там заметил. Сегодня утром я как раз по РЕН-ТВ смотрел, когда по новостям они показывали. И там такой вот этот сюжет, когда они трассу закрывали. И самый интересный там человек с громкоговорителем призывал как кучковаться и закрыть трассу. Но откуда в лагере громкоговоритель? Откуда регулировщик в лагере? Это же понятно, что кто-то целенаправленно это делал провокацию. Зачем? Это уже разбирается, конечно, спецслужбы. Да, я просто напомню, те, кто не знает, потому что у нас многие живут за пределами России. Буквально вчера вечером, ну, я не знаю, буду я жестко, наверное, скажу или нет, потому что я там не присутствовал. было нападение со стороны граждан Азербайджана на российских таможенников, это граница России и Азербайджана, тех, которые не впускают господин Алиев на родину. То есть, из-за коронавируса им пришлось долгое время находиться на территории Дагестана, то есть, они оказались не у дел ни в своей стране, а на этой территории. И, видать, вот у людей уже нервы сдали, и что-то там между таможенниками ими что-то было не поделено и начался вот этот бедлам. Я правильно все понимаю? Ну, они далеко были от таможни вообще-то. Они за Магарамкенский район выведены в Дербельском районе. Там еще 25-30 километров до таможни. Их там сосредоточили. Ну, и оттуда по спискам дальше едут автобусы уже по 100 человек, по 120 туда. Но, как бы там ни было, нервы сдались, не сдались, ну, понимаем, да, ситуация такая. Но, когда громко говорит, тебя регулируют, это уже, по-моему, не столько нервы сдались, по-моему, уже, как бы, спланировано уже. Понимаете? Одно дело... Они же официально не говорят почему. Они что делают? Они делают вид, что у них совсем плохо. Когда Владимир Владимирович Путин позвонил и сказал, по-моему, две недели назад был это, Алиеву, чтобы, ну, отпустил, горненький, забирал. И буквально через три дня в Баку началось вот это, закрыли на субботу, воскресенье, никого на улице не выпускать, и статистика пошла вверх. Я думаю, все это было наиграно специально, как бы, показать российской стороне, у нас настолько плохо, вы там кормите, одевайте, обувайте, что хотите, делайте, мы, короче, не выпустим. Но это был, мне кажется, это было очень наиграно даже. Вот. Но что за этим, это же не просто так делается. Это же должно быть какой-то дальновидный план какой-то. Ну, просто так, вот я хочу и не пущу. Так не бывает. Значит, что-то за этим кроется. Ну, вот как показатель того, что громкоговорителям там регулировщики появились, это уже о той же, говорится, что о том же, что был план какой-то. План. К чему это? Ну, я говорю спецслужбу, надеюсь, сами раскроют и поймут, что к чему, чего хотят. Но мы же не будем так глубоко копаться. Но эти где они находятся? Там же находятся, где и были. То есть их так и запустили в Азербайджан до сегодня? Нет, сегодня где-то 150 человек запустили, выпустили, но там больше 800, больше 1000 но это же надо всех еще. Да, там 97 человек был арестован вчера из этих погромов. Не знаю, что их отпустили, не отпустили. Сегодня должны были представители приехать оттуда, говорили вроде разобраться на место. А что за погромов были? Кто кого громил? Ну, они начали там все громить. Там магазины были рядом камнями, машины, которые полицейские, все закидали там. Ну, в общем, там устроили они, не знаю, почему, для чего. Просто так не бывает. Взять магазин, который рядом живет, я психанул. Это что, либо надо быть идиотами, либо должно быть целенаправленно. Третьего не бывает. Но как бы там ни было, посмотрим, что вынесет власть наш, какой вердикт. Мы ведь услышим, может быть. Но в любом случае нам это не нравится. Нам это не нравится в Дагестане. Мы уже сколько раз говорили, писали в интернетах. Это нам же безопасность увеличивает. То есть опасно для нас эпидемиологически. Они опасны. Сейчас жара началась. Может дифтерия, дизентерия, что угодно может быть. Еще раз проснуться помимо коронавируса. Да и к тому же людям тоже дискомфорт создают. Ну представьте, тысячи человек на одном месте по улицам ходят, туда-сюда. Я вот сейчас дерменты даже вижу пачками. Пачками просто. Без масок, без ничего. А что? Когда нам говорят все так плохо, а с ними все хорошо нам, зачем на нашу голову скапывать? Я тоже не могу понять. Тем более, что в Дагестане ситуация тоже такая взрывоопасная по коронавирусу. Вот именно. И их накапливают сюда же. Какой смысл? Я не могу понять, почему, для чего. Это же должно быть какое-то понимание. Людям, хотя бы населению, дайте понять, что происходит, почему, в каком смысле, для чего это делается. И никто ничего не говорит об этом. И просто мы знаем, что Алиев не пускает. И все. Ну, что значит не пускает? Я вчера писал, и еще писал, если большую Россию, и сам президент России не слышит Алиев, это просто надо, должно быть закон, должна быть жесткая рука, просто надо их собрать, через мост пропустить туда, к их таможне, и закрыть, и сказать, вот вы с тысячи там около своей таможни, хотите громить свои таможни, хотите Алиев, что хотите, придет, хотите голодовку там убить, что хотите там делать, но нам-то зачем опасность создавать, я не могу понять, тоже дагестанская власть, не могу понять, честно говоря, почему, они должны наши интересы защищать, а не их интересы, как-то не получаете у них защищать. Асара Левна, после нашего прошлого с вами эфира были комментарии от некоторых пользователей, которые вас называли почему-то предателями, это писали, ну как они представили, что они лесгины, и говорили о том, что все у нас здесь хорошо, это какой-то там предатель, мы вообще его не знаем, кто это такой, что это вообще за люди, это действительно лесгины, которые чего-то боятся, или это фейки азербайджанские, которые от имени лесгин пишут? Ну, мы и такими, и такими, всякие, народ же неоднородный, бывает, у кого-то родственники с азербайджанцами, то есть вы допускаете, что такие могут быть тоже? Конечно, у кого-то семья срослется с азербайджанской семьей, да, ему тыкают там родственник азербайджанец, а там что-то лесгин, а он что, он же хочет своему родственнику сказать, да нет, я не такой, вот раз я ему напишу там, ну и такие, а есть азербайджанцы, которые под лесгинским ником тоже сидят, типа, представляют, как будто лесгины, и такие есть, ну и есть те, которые ближе к кормушке какие-то, запущенные, которые тоже не желают потерять своего, что-то, ну вся-то бывает, народный, однородный, но, поэтому я не обращаю на это внимание, когда наши национальные интересы надо защищать, отстаивать, тут не до всяких таких, понимаешь, тут надо уже жестко и до конца пойти, до конца, главное. Я вас услышал, но главное, что я узнал вашу позицию по поводу Генжалиева, высказались, да, мне было очень интересно узнать тоже со стороны Лезгинской, как вообще вы отреагировали, я вас услышал. Ну, Генжалиеву желаю, конечно, мир, ну да, мы всем друг другу желаем мир, но я ему желаю больше мирно показать на деле, вот пускай хотя бы на Лезгинах показать, насколько это возможно, чтобы арцахцы поняли, о чем речь идет, вот, пусть покажет, мы не против, мы, ждем, я же, арцахцы очень хорошо понимают, они все-таки долгое время жили бок о бок там, и сейчас, кстати, там живут тоже азербайджанцы, их очень немного, очень мало, в основном это пожилые люди, но тем не менее все-таки живут, и, конечно, дай бог, чтобы мир наступил, и пусть вот эти вот азербайджанцы, которые жаждут приехать в Карабах, жить, я думаю, что никто из армян не откажется, пусть приезжают, они и сегодня могут это сделать, купить билет спокойно на самолет, или хотя бы, ну, пока коронавирус, понятно, что они этого не сделают, но, во всяком случае, в августе, в сентябре можно это сделать, и поехать посмотреть свои родные места, если они ими так любимы, ну, и хотя бы можно даже, если сами не хотят рисковать, потому что они боятся своих спецслужб, ну, попросить родственников азербайджанцев, которые являются гражданами России, проживают на территории Дагестана или в других субъектах федерации, по российским паспортам свободный въезд в Армению и, соответственно, в Арцах, никаких печатей там не ставят, то есть, после Армении, если кто-то из них будет в Азербайджане, там даже и не узнают, что они бывали в Армении, с российскими паспортами можно спокойно прилететь в Армению, а там далее граница с Арцахом, она прозрачная, поэтому спокойно могут проехать, и вот эти вот всякие загогулины, которые придумывает азербайджанская община, так называемая, вернее, Карабахская община, так называемая, Азербайджана, это, конечно, немножко наивно выглядит, хоть вы и говорите по-армянски, но тем не менее наивно, я думаю, проще всего съездить, посмотреть, как люди живут, тем более без вас, может и договоритесь, так что проблема, как я уже говорил в самом начале эфира, в вашем султане, в лидере страны Ильхаме Алиеве, но ни в коем случае ни в народе, ни азербайджанском, ни армянском, тем более Лизгинском и Литалышском, которые вы тоже должны реализовать. Спасибо большое, Асар Али, я говорил в прошлом эфире, что мы еще увидимся, но не думал, что так скоро. Ну ничего, мы еще увидимся обязательно. Иван, спасибо. До свидания всех, до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова